В этом году на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 27 ДТП с участием общественного транспорта. В большинстве случаев виновники аварий водители маршруток. Для того, чтобы снизить печальную статистику, инспекторы отдела технического надзора провели профилактический рейд. На этот раз в поле зрения старшего лейтенанта полиции попал общественный транспорт, курсирующий в Октябрьском. Поселок лидирует по количеству жалоб на работу водителей. После проверки документов инспектор обращает внимание на техническое состояние транспорта. Проверяем, чтобы все кресла были зафиксированы, чтобы все стекла были на месте, аварийные молоточки для аварийного выхода. Наличие и исправность тахографа – следующий пункт проверки. С этим испытанием водитель микроавтобуса не справился. Можете пояснить, почему у вас тахограф сломан? Ну, получилось так, отключился в процессе движения случайно. За это нарушение водителю грозит штраф до 3000 рублей. А механик, который выпустил на линию неисправный транспорт, заплатит в два раза больше. Такие профилактические рейды проходят в Люберцах регулярно. Причиной тому – частые аварии с участием маршруток. Несмотря на все принимаемые меры, обстановка с пассажирским транспортом на территории Московской области остается сложной. Если брать общее количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших с участием автобусов, то можно наблюдать картину увеличения виновности водителей именно автобусов. По сравнению с прошлым годом, уровень виновности водителей общественного транспорта увеличился почти в два раза. В этом году уже 18 маршрутчиков-нарушителей стали причиной дорожно-транспортных происшествий. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.